Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Амазин Хролли Плей, первый сервер, мы не Кирилл Путбуль. И, как вы поняли, сегодня будет довольно-таки необычная, интересная серия. И, как вы знаете, я проехал на своей BMW M5 E60 уже 30 тысяч километров. Это просто охуенно. Там подписчики некоторые писали в комментариях, чтобы я снял об этом ролик, как бы типа юбилей, там все дела. В принципе, и вот я решил записать такое видео. Наверное, начнем сегодня даже с истории того, как я ее купил, сколько у меня времени, почему именно эта машина и так далее. Ну что ж, погнали. Итак, думаю, начнем с того, как я ее купил и когда. Такая ламповая обстановочка чистая. Она возле меня стоит. Тут свечи, все дела. Романтика, ибо... Романтика. Эта машина у меня уже достаточно долгое время. Давайте я вам покажу сразу пробег. Вот кар. И вот сейчас на ней пробег. 30 тысяч 697 километров. Да, это жестко. Владею я этой машиной уже достаточно долгое время. Где-то, наверное... Ну, месяцев 6-8, наверное, я в ней владею. У меня на канале есть видос, как я ее купил. Хотя, или не как я ее купил. Я ее купил, потом снял видос, вроде бы так было. Как я ее покупал, вроде бы я не снимал. Приобрел я эту машину за 10 миллионов. За 10 миллионов я купил эту машину. Вот ее. Вот цена 5 миллионов. Я приобрел ее за 10 миллионов. И видите вот эти номера? 3S-3-8. Эти номера... Вот просто чувак купил машину с салона. Я приехал к нему домой, и он при мне ставил номера. Вы можете себе представить? Он при мне ставил номера. Он говорит, какой ты номер хочешь? Я говорю, типа, такой-то, такой-то. Вот он мне и поставил этот номер. И помните, у меня был Porsche... Такой оранжевый Porsche у меня был. Я не помню, как он называется. С номерами 3R-3-8. Это я купил тот Porsche, ну, там же, у того же человека, где и эту BMW. Но Porsche я продал уже давно. А вот BMW я до сих пор не продаю. И продавать не собираюсь. Даже об этом, честно говоря, не думал. Так, давайте теперь выйдем отсюда. Надеюсь, меня сейчас за ЕПП не чпокнут. Надеюсь. На это. Так. Вот так вот. Вот. Выехали. И давайте выйдем на тропинку. Вон там есть, по идее, троплинка. Чтобы нас за ЕПП не чпокнули. Я, в принципе, еще, кстати, ни разу вар не получал. Ну, вот эти новые правила швили. Я еще вар ни разу не получал. Меня не наказывали. И дом орган не сидел, в принципе. Ну, да ладно. Сейчас не об этом. Некоторые там пишут в комментариях. Заебало это BMW. Продай ее. Слушай, пойдите нахуй. Знаете, что вам скажу? Идите вон нахуй. Поняли? Продай ее. У меня хотели ее забрать за 30 миллионов. Просто меня многие просили, чтобы я ее продал. Можете верить, можете не верить. Но мне предлагали серьезно 30 миллионов. Мне предлагали и 30 миллионов. Мне предлагали и обмен с доплатой. Чувак мне предлагал BMW. Тоже M5 и 60 с номерами 3О001. Плюс его доплата 10 миллионов. Но я тоже не согласился. Ты че дурак, блядь? Я эту тачку, серьезно, ни за какие бабки игровые не продам. Пиздит. Пиздит. Ну и... Ну, вы, короче, поняли. Я за 100 миллионов даже бы не продал вот эту BMW. Серьезно, предложили бы мне так 100 миллионов. Вот, типа, давай, я здесь 100 лямов, ты мне вот эту бэху. Я бы не согласился. Мне кажется, ты пиздишь. Я серьезно бы не согласился. Потому что, да, как можно любить просто игровую машину, какая находится в игре? Как бы это бред. Но, блин, эта машина, как бы, со мной с начала моей игры на мазинге. Понимаете, как бы, моя история такая небольшая, можно так сказать. Как бы, эта тачка у меня давно, и я всегда на ней езжу. Это моя, считается, основная машина. Действительно, это считается моей основной машиной. Я на ней постоянно езжу, катаюсь. У меня есть i8, какую я недавно, в принципе, купил. Там, можете видосе посмотреть. У меня есть Rolls-Royce. Есть Rolls-Royce. Но все это не то. i8 это так, для души, знаете, покататься там, покрасоваться. Она такая красивая, технологичная такая, ну, понимаете. Rolls-Royce это чисто понты, там, выехать спокойно, прокатнуться. А BMW, это реально, это просто космос. На ней можно как и навалить, так и просто спокойно поездить. Как и повалить боком, поездить по оффроуду, там, не знаю, конечно, на BMW по оффроуду ездить. Это я сильно сказал. Но, блин, на этой тачке, ну, можно все, что угодно делать. По трамплинам прыгать, все, что угодно. Для всего годится, просто на ней можно делать такое, вы представляете. На ней такой вот вариант, можно такие шашки, там, на дорогах делать. Гонять их, обгонять. Просто машина-зверь, реально. Машина-реальный зверь. Я очень доволен то, что ее не убрали в новом модпаке. И, надеюсь, в будущем ее также не уберут, потому что машина действительно очень хорошая. Я бы не хотел, чтобы ее убрали сама Зинга. Очень не хочу, чтобы это сделали. Потому что, ну, когда я купил эту машину вообще, это была вообще F-10. Это была F-10, представьте себе. Я ее купил, на ней покатался, там тоже все дела. Ку-ку. 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 Вот, подписчики. Тоже i8 купили, красавчики. Я на ней, я ее купил. Купил я ее, даже помню где. У меня даже видеоролики есть на канале. Ну, если хотите, можете посмотреть, когда я ее купил. С этими номерами. Купил я ее возле банка в Батырево. Вроде бы как, да. Возле банка в Батырево купил за 10 миллионов. Ну, я помню, у меня было 2 BMW M5 и 60. Ну, точнее, у меня было вообще 2 BMW. Одна BMW была не на Блатах. Я на ней тоже очень долго проездил. Тогда я не помню, сколько она стоила. Честно говоря, реально не помню, сколько она тогда стоила. Или 2 миллиона, или сколько. Ну, та, что до этой, до этой Бэхи была. Короче, я еще купил. Ее, по-моему, с салона взял, да. Без номеров. Постял номера. Я не помню, честно говоря, какие там номера были. Может быть, она до сих пор катается. На той Бэхи я накатал 6000 километров, по-моему, да. И продал ее. Продал по причине то, чтобы купить вот эту машину на Блатах. Потому что тогда у меня не было денег, чтобы поставить Блат номера на машину. Мне пришлось продать ту Бэху и взять эту. Тот тоже была тогда и в 10, и эта в 10. Но эта на Блатах была. Я хотел себе BMW очень на Блатах. Я на ней покатался там некоторое время. И где-то недели две она у меня тупо стояла на другом Твинке. Я ее перекинул на Твинг просто. Я ее перекинул на Твинг. И у меня она там стояла. Кстати, на тот Твинг, где меня взломали. Буквально перед тем, как меня взломали, я, ну, где-то 3-4 дня назад перекинул BMW на основу. Если бы я не перекинул Бэху, ее бы просто слили в воск, как, помните, мой X6... Не, X5, по-моему, да, был? Как моего X5 и Yamaha на Блатах. X5 был на Блатах, Yamaha, и там было 2 миллиона. Ну, не будем о грустном, в принципе. Я рад, что этого не произошло. Потому что было бы очень печально, если бы вот эту BMW слили бы в воск. Было бы, мягко говоря, неприятно. Потому что я купил эту машину за 10 миллионов, прикиньте, ее тупо взломали бы, ну, мой аккаунт и так взломали, если бы ее ввоз. Я и очень тогда, блин, разозлился, когда взломали аккаунт. Там просто была Yamaha с номерами 3М, 3П, которую я очень любил, на ней часто ездил и так далее. И, сука... Минуточку внимания. Хочу поставить вам свой спортзал в Южном. Он находится недалеко от здания ДПС. Также вы можете его найти с помощью GPS. Первый раздел и восьмой бизнес. В спортзале вы можете изучить много стилей боя, которые вам пригодятся для самообороны, либо в какой-то фракции. Также вы здесь можете переодеть. И после сильной тренировки принять душ и спокойно чистить импоти домой. Так что приходите в мой спортзал. Вход бесплатный. Буду ждать всех. Так, продолжаем. Просто у меня почему-то вбил ошибку. И просто выключилась игра сама по себе. Не знаю, почему так произошло, но я вот перезашел. Ну, перезашел, конечно, спустя час, потому что не было времени. И вот, да, записываю эту серию. Короче, Бэха, чуваки, это очень крутая машина. Поэтому всем советую ее брать, в принципе. Кто сомневается, кто говорит, ой, у нее медленный разгон, там, без нитро и так далее. Все это херня, чуваки. Все это херня. Я бы он недавно догонялся с геликом, что с нитро я его делаю. Ну, короче, что с нитро я его делаю. Что без нитро я тоже гелик делаю. Поэтому у БМВ разгон лучше, чем у гелика даже. Как бы, поэтому... Я бы не сказал, что у нее там плохой разгон. Да, она тяжелая, не спорю. Она очень тяжелая. Вот. Она прям очень тяжелая. Даже попробуйте так просто, ну, ее потолкать. Персонажем своим она очень тяжелая. Но, думаю, в этом ничего страшного нет. У нее тяжелая именно морда. Это, как бы, сама проблема в криминалке. Там модель именно в КРМП так сделана. Тяжелая. И с ней, к сожалению, ничего поделать нельзя. Ну, может, после глобального обновления будет такая функция, что можно будет делать, чтобы машина быстрее ехала и больше ехала, чем, в принципе, сейчас. Но я не уверен, что это будет, в принципе, но хотелось бы. Хотелось бы, знаете, чтобы не максималка была быстрее, а чтобы сама машина быстрее разгонялась. Я думаю, это было бы намного прикольнее. Кстати, не видел эти машинки ДПСовские. Ну, прикольненькие такие. Но мои BMW, помните, у меня BMW были, стояли. М5, Е39. Они мне больше что-то нравились. Нам нужно сейчас заехать на заправочку. Потому что у нас мало бензина. В принципе, я буду продолжать на ней ездить. Я ее ни в коем случае продавать не буду, в принципе. Можете даже не писать. Ни за какие деньги я ее не продам. Я ее оставлю себе. Я ее оставлю себе только. Так. Ладно, заправим столько бензина. Думаю, этого хватит. Буду дальше продолжать. Накатывать они километры. Надеюсь, я все-таки накатаю на ней 50 тысяч, как я, в принципе, и хочу. Просто раньше было много времени, я много играл. И сейчас, ну, 2 часа в день, 3 максимум я могу поиграть. Потому что дела там, все дела, как бы, я же не маленький, я в школу не хожу. Я не могу там, как вы приходите со школы, допустим, там, зашли в игру, поиграли. Я так не могу. Как бы, мне 19 лет, как бы, у меня есть другие дела, другие заботы и так далее. Думаю, это прекрасно, понимаете. Ну, думаю, это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки из в описании. Заходите на скидерайзерки новых серий. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok